Шерфутский лес – одно из самых популярных мест отдыха в Чкаловском. Летом жители микрорайона озвучили главе округа свои пожелания по благоустройству территории. В скором времени работы начались, и теперь в Шерфутском лесу появились пешеходные дорожки, новые фонари и другие элементы. А стену здания теплоресурс теперь украшает граффити. Андрей Булгаков вновь провел совещание о формате выездной администрации в микрорайоне. Так, результаты творчества, уличную живопись в Шерфутском лесу руководителю муниципалитета представили активисты молодежного центра «Навигатор» и художник Александр Морсин. Глава отметил, что благоустройство сквера будет продолжено. В планах установка входных групп в Шерфутский лес и другие работы. Как оказалось, даже в холодное время года это место пользуется популярностью. Например, представители активного долголетия приходят сюда ежедневно. Мы по утрам ходим на занятия, по саду. Вот у нас зеленые, очень хорошие, дорожки, сверху. Основной темой выездного совещания стали вопросы сферы ЖКХ и благоустройства. По просьбе жителей была устроена пешеходная дорожка вдоль стадиона к магазинам и социальным объектам. А у жильцов дома номер 2 по улице Жуковского решена многолетняя проблема. Ранее во время продолжительных осадков вода скапливалась у подъездов и не уходила естественным образом. Пройти к входной группе беспрепятственно не получалось. Теперь проблема решена. Здесь установлена ливневка. Не только вопрос благоустройства, но и безопасности, в частности, дороги в школу поднимали жители Чкаловского. Во время предыдущего выездного совещания родители учеников лицея номер 14 обратились с просьбой к главе установить уличные фонари вдоль дорожки, по которой дети ежедневно ходят на занятия. Работы были выполнены. Быстро сделали. Молодцы. Оперативно все хорошо. Кроме того, была отсыпана щебнем парковка возле лицея. Обновлено асфальтовое покрытие на его территории. В этом году в школьном дворе появилось спортивное ядро, площадки для сдачи ГТО, игры, футбол, баскетбол и волейбол. Теперь занятия физкультурой на свежем воздухе стали более интересными.